Здравствуйте, коллеги! Сегодня я собираюсь прочесть две лекции по теории узлов, и обе они будут посвящены косам. Первый из них, который по счету является восьмой, я поговорю про представление Бурал и про теорему Александера. На самом деле есть две важные теоремы, основополагающие, которые связывают узлы и косы. Одна теорема – это то, что каждый узел или каждое зацепление представляет собой замыкание некоторой косы. Это называется теорема Александера, и к ней можно прийти многими разными способами. В частности, есть трюк Александера и много других новых способов. А вторая теорема – это так называемая теорема Марка, которая говорит о том, что две косы имеют изотопное замыкание. То есть замыкание этих кос представляет собой изотопные узлы тогда и только тогда, когда одна коса может быть перестроена в другую цепочкой преобразований данных видов. Если мы будем иметь такие две теоремы, то, в принципе, это даст нам прямой способ строить инварианты узлов или зацеплений, глядя на косы. То есть мы можем строить некоторый инвариант КОС и проверять, что он хорошо себя ведет при каких-то движениях. Но сначала я хотел бы поговорить о представлении Бурау и, собственно, о некотором важном и очень нужном представлении КОС. КОС. Дело в том, что КОС – это, так сказать, непрерывное обобщение понятия перестановки. У нас есть N точек напрямой, мы их каким-то образом переставляем, только при этом переставлении точек напрямой нас интересует также, как они движутся не просто по прямой, а как они движутся на плоскости, при этом по ходу дела не совпадая. То есть возникает некоторая группа, эта группа естественным образом отображается в группу перестановок, ну и, естественно, очень много КОС отображается в единичную перестановку. То есть получается такая большая группа, и как ее хорошо бы представить перестановками, как ее хорошо бы представить матрицами того или иного размера. Значит, вот предлагается такой способ задания представления группы КОС. Пусть у нас имеются КОСы из N нити. А тогда я хочу сделать следующее. Давайте мы рассмотрим матрицы N на N. КОСе из N нити я буду сопоставлять матрицу размера N на N. Эта матрица будет матрицей над кольцом полинома флорана от переменной T и ее обратной, то есть будут T и T в минус первой. И теперь я делаю очень простую вещь. Я каждой образующей группы КОС, каждой образующей, то есть просто каждой картинки с одним единственным перекрестком, буду сопоставлять простейшую матрицу 2 на 2. А именно, давайте мы нарисуем, что ли, вот так. Значит, у нас КОСа есть сигма и ИТа, и я этой КОСе хочу сопоставить матрицу, у которой на местах вне ИТого столбца и ИТой строки, вот здесь, извиняюсь, ИИ плюс 1, ИИ плюс 1, вот вне вот этого вот блока 2 на 2 всюду стоят единички. То есть кроме этого блока матрица, она во всем будет как единичная матрица. То есть здесь везде ставят нули, нули, нули. А вот сюда я поставлю матрицу 2 на 2, которую мы только что видим. Для чего я это делаю? На самом деле нам нужно вспомнить, какие должны быть отношения в группе КОС. Мы хотим, чтобы матрицы удовлетворяли тем самым соотношениям в группе КОС, а именно сигма И, сигма И плюс 1, сигма И, а равно сигма И плюс 1, сигма И, сигма И плюс 1. Вот такое соотношение. Оно должно выполняться при любом И. Но на самом деле, если мы посмотрим на это соотношение, это будет соотношение для матриц, по сути, 3 на 3. То есть оно будет относиться только к матрицам, у которых, ну, в общем, оно будет относиться только к строкам, и к столбцам И, и плюс 1, и плюс 2. То есть фактически, чтобы проверить это соотношение для всех, и достаточно проверить ровно для одного И. И кроме того, в группе КОС у нас есть соотношение сигма И, сигма Ж, равно сигма Ж, сигма И, если И и Ж достаточно удалены, то есть между ними расстояние по крайней мере 2. Но эта проверка, она совсем очевидна, потому что если рассмотреть матрицу, отвечающую сигма И, то она займет какой-то вот такой вот квадратик 2 на 2. А если Ж от И достаточно удалено, то матрица для сигма Ж займет какой-то такой квадратик 2 на 2. И вот эти два квадратика, они будут находиться в разных местах. То есть если мы рассмотрим матрицу первую, то тут у нас будет вот такой квадратик, тут единички и всюду вне тоже единички. Ну и, соответственно, если мы возьмем матрицу, отвечающую сигма Ж, то там наоборот, вот здесь где-то будет нетривиальный квадратик, а здесь везде единички. Ну и коммутативность тут будет совершенно очевидна. Ну давайте теперь вспомним, как выглядит эта наша самая матрица сигма И. Вот она так выглядит. И теперь, пожалуйста, упражнение. Я рекомендую его сделать всем. Проверить, что для такой матрицы выполняется соотношение. Можете написать просто сигма 1, сигма 2, сигма 1 равно сигма 2, сигма 1, сигма 2. Это для матрицы 3 на 3, ну и для матрицы n на n это тоже будет верно. Вот будет такое представление. И сразу возникает несколько вопросов. Один из вопросов такой, а является ли оно точным? А второй вопрос, а является ли оно приводимым? Ну давайте я напомню, что представление называется точным. Если никакой не тривиальный, не нулевой элемент, а не единичный элемент группы не отображается в единичную матрицу. Естественно, если мы хотим использовать косы для построения инвариантов узлов, то нам нужно строить как можно более точные представления. Что же касается приводимых представлений, то это есть такая очень замечательная наука, которая состоит в следующем. Иногда так бывает, что если наши матрицы действуют на n-мерном пространстве, то это n-мерное пространство разлагается в прямую сумму. m-мерного пространства и n-м-мерного пространства. То есть пространство разлагается в такую сумму. Причем любой элемент матрицы, он действует непосредственно на первом слагаемом, переводит его в себя, и на втором слагаемом тоже переводит в себя. Такие представления называются приводимыми. И, разумеется, интереснее всего работать с неприводимыми представлениями. Так вот, я хочу сказать по поводу приводимости. Представление Бурау является приводимым. Вот по какой причине. Давайте посмотрим на вот эту матрицу 2 на 2, 1 минус t, а t 1, 0. И заметим, что у этой матрицы есть собственный вектор 1, 1. Вот если эту матрицу умножить на вектор 1, 1, то мы получим снова вектор 1, 1. То есть этот вектор собственный. И можно найти, да, в случае, если матрицу брать не 1, 1, а n на n, то можно найти вектор из всех единиц, он тоже будет собственный. Ну и, соответственно, у нас есть собственный вектор такой. Можно к нему найти дополнение, ортогональное дополнение. И будет наше представление разбиваться в сумму одномерного представления и еще n минус одномерного, так сказать, приведенного представления Бурау. Вот, пожалуйста, хорошее упражнение. Проверьте, что вы можете разобраться с этим одним вектором и написать представление Бурау для всех остальных. Там надо аккуратно выбрать базис. Так, теперь вопрос, точно ли это представление для трех нитей? Ну, для двух нитей там вообще нечего делать. Вот редуцированное, предведенное представление мы о нем говорим. Вот, и на самом деле мы сейчас говорим о представлении группы кос из трех нитей или из большего числа нитей. Вот что касается группы кос из трех нитей, я думаю, вы помните, как я один раз рассказал, очень простое наблюдение, что группа кос из трех нитей имеет простенькое ко-представление, а именно, значит, А, Б, А. Сейчас давайте так напишем. Вот если сигму назвать А и Б, то А, Б, А, Б, А равно Б, А, Б. И, кроме того, значит, мы можем переписать это представление так. Так, x, y, x, q, равно y, квадрат, где x – это А, Б, y – это А, Б, А. Помните такое? То есть фактически это представление с двумя образующими и одним соотношением. То есть с ним можно очень легко работать руками. Ну, теперь поработайте руками в случае трех нитей и покажите, что это представление тривиально. Да, наоборот, точно. Так, поехали дальше. Это вот что касается трех нитей. Но, как оказывается, дальше люди знают не так много. Оказывается. Если говорить о четырех нитях, то точно представление Бурау или нет до сих пор неизвестно. И есть такая теорема. Она принадлежит Биггеллоу. Она состоит в том, что параленом Джонса от одной переменной различает тривиальный узел тогда и только тогда, когда представление Бурау является точным для четырех нитей. Ну, согласитесь, две такие классические проблемы, они связаны. И, пожалуйста, если хотите, возьмите себе в качестве, так сказать, темы, работы на будущее, прочесть эту статью Биггеллоу. Она очень приятная. Она там страниц 10 или что-то в этом роде. Оказалось, что если нитей много, то представление Бурау не точно. И сейчас известно, что представление Бурау не точно уже для пяти нитей. Как строить контрпримеры написано, в частности, в моей книге. Но на самом деле тут возникает вопрос. Ну, хорошо, а Бурау не точно? А есть ли точное представление? Ответ. Есть. Это представление Крамера Биггеллоу. И в таком случае, когда у группы найдено точное линейное представление, говорят, что группа является линейной. То есть ей можно взаимнооднозначно сопоставить матрицей. И о представлении Крамера Биггеллоу мы с вами еще поговорим. Так, теперь вот точность представления для n, равного 3. Ну, давайте посмотрим. Что мне здесь интересно? Мне, вот я сказал, что вы можете это проделать, доказать чисто формальными комбинаторными средствами. Ну, что там группа, там xq, равняется y, квадрат, все тут довольно просто. Но я хочу представление Бурау описать некоторым таким вот геометрическим способом. То есть я хочу тут ввести какие-то гомологии, какие-то пересечения в гомологиях, какие-то индексы и так далее. Чтобы потом, когда мы с ними уже поработаем вплотную, мы увидели, что какую-то такую же похожую технику мы можем предъявить в более сложных условиях с гомологиями. И тогда это нам даст разные интересные результаты. Итак, пусть у нас имеется диск, единичный на комплексной плоскости с n проколами, прокол на вещественной оси. И будем рассматривать множество отображений дисков себя. Но давайте мы фиксируем точку минус и, точку внизу, и будем считать, что это точка базы. То есть мне хочется как-то отображать диск в себя. Будут непрерывные движения диска. А поскольку диск с проколами, то проколы тоже будут двигаться. И тогда у нас будут получаться косы. А значит, у нас у этой группы, у нас у проколотого диска, есть фундаментальная группа. Это свободная группа с n-образующими. Ну куда же ей деваться? И у каждой петли есть число оборотов против часовой стрелки. И надо сказать, что, чтобы мы не делали с диском, это число оборотов меняться не будет. Таким образом, у нас есть такой гомоморфизм из фундаментальной группы вот этого проколотого диска в группу z. И таким образом мы можем построить накрытие. Над проколотым диском мы делаем такую целочисленную башню таких же дисков. И каждый раз мы переходим. Вот смотрите, картинка. У нас есть диск dn, и я беру нулевой этаж, первый этаж, второй этаж и так далее. И как только я обхожу вокруг какой-то точки, то я сразу оказываюсь на этаже выше или ниже. Ну, я думаю, здесь все понятно. То есть на самом деле можно начать с совсем наивной точки зрения, а именно можно сказать, вот какое самое простое представление для группы cos мы можем сделать. Самое простое, что мы можем сделать, это представление посредством самих перестановок. Посредством самих перестановок это означает, что в каждой образующей группе cos мы сопоставляем не 1 минус t, а t1, 0, а 0, 1, 1, 0, как перестановки. То есть это в случае, когда t равно 1. Так вот, я хочу сказать, переход от этого представления собственно перестановками к представлению, где возникает буква t, это как раз переход от группы гомологий такого вот простенького объекта диска с проколотыми к вот этому вот объекту, который z-листно накрывает наш диск. То есть здесь возникает некоторое действие t, и это действие t, оно как раз соответствует тому, что мы поднимаемся на этаж выше. То есть фактически любую кривую, которую мы можем замкнутую нарисовать на dn, мы ее можем поднять на dn-стиль, да и она может оказаться не замкнута. Но вот если уж она замкнута, то тогда на нее действуют все вот эти косы, и мы можем пытаться записывать все в образующих. Представление Бурао возникает из следующих гомоморфизм. Значит, мы можем написать z от q и q в минус первой, или z от t, t в минус первой. z – это потому, что у нас все целочисленное, переменное – это в честь того, что мы можем поднимать на этаж или опускать на этаж вниз. Значит, а именно, если у нас есть какая-то коса на dn и есть соответствующий ей гомеоморфизм, тогда мы получаем действие на вот этой группе фундаментальных. Но можно это действие поднять. Можно его поднять на вот эту вот картинку с dn-стиль. Получится вот такая вот коммутативная диаграмма, и фактически мы можем сказать, ага, вот модуль петель на dn с тильдой, а на нем у нас имеется действие. То есть у нас рассматриваются петли, которые имеют суммарную высоту 0, то есть которые возвращаются в ту точку, из которой вышли. Вот их можно брать с разными коэффициентами. Вот можно их умножать на t. Это будет просто означать, что мы их поднимаем и опускаем. И смотрим, куда такие петли переходят. Мы получаем такого же рода петли, и вот это получается действие. Его можно аккуратно записать, и на самом деле мы в точности увидим, что это будут вот такие вот модулы. Так, теперь я хочу ввести некоторую очень притязательную терминологию вилок и стеблей. И на самом деле в каком-то смысле эти вилки и стебли – это пальба из пушек по воробьям. То есть я докажу, что представление Буррау точное с помощью такой вот крутой какой-то топологии, каких-то эквариантных действий и так далее. Но в дальнейшем мне понадобится это дело для точности представления Крамера Бигеллоу, которое появится потом. Итак, пусть у нас имеется вот такой диск с проколами, вилкой я назову некоторый такой вот граф, который начинается в точке D0, вот этой фиксированной точке снизу, и имеет одну вершину валенности 3, и имеет еще две концевые вершины, которые попадают в проколы. Нигде в других местах этот граф в проколы не попадает. Вот это вилка. Что такое стебель? Стебель – это просто образ отрезка, который начинается в точке D0, окончается в другой точке на крае действия. Вот это определение вилки и стебля. Теперь я хочу сказать, что эти объекты у меня выбраны так, чтобы между ними можно было искать, вычислять индекс пересечения. То есть на самом деле от вилки нам нужны два ее зубца. Вот нам для вилки нужны только вот эти два конца, которые выходят с точки прокола. Но именно вот эта вот ручка вилки, она нам понадобится, чтобы понимать, что есть какая-то точка отсчета. То есть фактически нам просто надо взять некоторое такое двумерное многообразие с краем, и на двумерном многообразии с краем пересечь два одномерных многообразия. И как бы хорошо, если бы пересечение было алгебраически нулевым. Тогда можно попытаться сделать его топологическим. И тогда можно попытаться, если есть вилка и стебель, как-то прогомотопировать, чтобы все было тривиально. Вот мы с вами уже обсуждали в курсе четырехмерной топологии, что есть разные трюки Уитни, и если что-то у нас алгебраически тривиально, то можно, пошевелив, добиться топологической тривиальности. Так вот здесь в каком-то смысле тоже мы хотим вот это наше представление, которое задано формулами, переписать как представление с помощью вилок и стеблей. А дальше сказать, что вот если что-то тривиальное, то это что-то можно убрать, сделать с непересекающимся и так далее. Итак, пусть F, N, вилка и стебель соответствуют. Значит, мы определим, спарим. Как? Ну, небольшим шевелением будем считать, что все тут пересекается трансверсально. Есть какой-то набор A-точек. Соответственно, мы считаем, что все ориентировано и сказано как. Ну и дальше мы смотрим знаки пересечения, и к этим знакам пересечения мы добавляем вот эти степени Q в степени A-I-T. А A-I-T – это, грубо говоря, высота. Что значит, грубо говоря, высота? Но это значит, что мы можем иметь два соседних пересечения. Вот если от них совсем можно избавиться, они соседние и удаляются одним простым, таким вторым движением Рейдемайстера, то у них высота будет одинаковая, относительная высота. А если мы при этом, идя от одного, переходя к другому, суммарно обходим один раз вокруг какого-то прокола, то относительная высота будет равна единице. А вот эта точка D0, ручка вилки, она нужна для того, чтобы определить высоту не относительно абсолютно. Вот это формальное определение высоты. Доказательство точности представления Буррау для трех нитей опирается на две леммы. Первое. Представим себе, что некоторая коса, она лежит в ядре представления Буррау. То есть представление Буррау для этой косы дает единица. Тогда какую бы вилку F мы ни взяли, то и какой бы степель N мы ни взяли, то NF пересечения будет то же, что и NB. Это основная лемма. А ключевая лемма, она обязательно требует того, что у нас трините. Что равенство NF равно нулю выполняется тогда и только тогда, когда зубец для F изотопен в некоторой дуге, не пересекающейся с N. Ну, понятно, что если зубец вот здесь стоит вне, значит, если зубец вилки стоит вне вот этого стебля, то пересечения нет. Но дело в том, что если пересечения 0, то от всего можно избавиться. Вот теперь я хочу доказать точность, представление Буррау, если эти основная лемма и ключевая лемма имеют место. А на самом деле похожее доказательство будет и в более сложном случае, в случае теоремы Крамера-Бигеллоу. Но там будет уже более веселое накрытие. И там уже будет, скажем так, более сложное пересечение. Там будет оно зависеть от двух переменных и так далее. Но зато какое угодно количество нитей. Так, смотрим. Выведем точность представления Буррау в случае трех нитей из этих двух лемм. Пусть коса бета лежит в ядре представления Буррау. Покажем, что она тривиальна. Рассмотрим стебель N, представляющий собой вертикальный отрезок. Вот он здесь нарисован. А так, что две точки Х1 и Х2 лежат слева, а точка Х3 лежит справа. На самом деле это практически не ограничивает общности, потому что, как сказать, всегда должно с одной стороны лежать два конца, а с другой один конец. Потому что, если не так, то это вообще стебель, которой можно совсем иметь пересечение 0. Поэтому лучше, чтобы он как-то делил что-то 2 и 1. Так, ну вот рассматриваем теперь такую вилку. Вот вилка F. Она лежит слева. Вот здесь для такой вилки мы совершенно честно имеем, что пересечение N, F равно нулю. Так? И тогда, если мы верим в основную лему, которую мы пока не доказали, применяя бета к вилке, мы получим тоже вот такое пересечение. Посмотрим. А, значит, бета от T от F будет изотоп на дуге, не пересекающий F. Почему? А потому что у нас есть ключевая лему. Пересечение равно нулю тогда и только тогда, когда зубец изотопен в дуге, не пересекающийся с F. Правильно? То есть получается так, что вот этот зубец, который был вот здесь, он перейдет в какой-то другой зубец, быть может, как-то хитрее расположенный, но который можно вытолкнуть за пределы N. Ну а как он может быть расположен? Этот зубец, да, ну, естественно, надо было сказать, я, может быть, забыл об этом сказать, что, конечно, дуга, которая в ядре бурау, она, то есть не дуга, а коса, которая в ядре бурау, она крашена. Крашена, то есть она не может быть, она не может быть, иметь нетривиальную перестановку, потому что представление бурау содержит в себе представление перестановки. Так что получается, что на самом-то деле у нас B от T от F в точности равно T от F. То есть получается так, что вот этот вот, как говорят, зубец Time Edge, вот этот зубец между X1 и X2, ему больше некуда переходить, как в такой же зубец, который ему изотопен. А что же тогда получается? Тогда получается, что наша коса, бета, она переводит X1 и X2 в X1 и X2, X1 и X3 в X1 и X3, X2 и X3 в X2 и X3. То есть получается что? То есть получается что? Получается, что если у нас есть такие три, давайте я это нарисую, давайте я это нарисую, вот у нас были три точки, теперь мы для удобства будем считать, что они не на одной прямой, вот такие, и были три зубца, вот от первой ко второй, от первой к третьей, от второй к третьей, вот они вот так выглядят, и тогда после движения фактически они перейдут ну в себя же. Ну а это фактически будет означать, что коса превращает. Хорошо. Теперь я буду говорить об очень старой теме, о трюке Александера, о том, что каждый узел и каждое зацепление задается замкнутой косой. Собственно, замыкание косы это вещь очень простая. Мы берем косу, ей соответствует какая-то перестановка, и я каждую верхнюю нить соединяю снизу с соответствующей нижней нитью вот таким образом. Если хотите, можно считать, что коса у нас всегда ориентирована сверху вниз, и замыкание косы зацепления это всегда ориентированное зацепление. Вот это closure, это замыкание. Естественно, возникает вопрос, все ли зацепления получаются с помощью замыканий кос. На этот вопрос мы сегодня ответим раза три, и на самом деле существует много самых разных доказательств этой теоремы. Вот начнем мы, пожалуй, с Александера. Итак, замыкание косы имеет естественную ориентацию, все нити ориентируются сверху вниз. Некоторые косы порождают узлы, некоторые зацепления. Ну, чтобы понять, сколько компонент, надо просто смотреть, сколько орбиты у действия групп перестановки. Да, ну, вот это утверждение, оно практически очевидно. Дальше. Некоторые мелкие, несложные утверждения про то, что вот у узлов есть индекс кос, это минимальное количество нитей, которое нужно для задания узла замыкания косы. Вот имеет место вот такое вот равенство. Ну, во-первых, чтобы говорить об этом равенстве, надо сказать, что действительно каждый узел замыканием косы является. В одну сторону неравенство доказывается вот таким простеньким примером, а в другую это нетривиальная теория. То есть, на самом деле, когда мы сейчас покажем, что каждый узел есть замыкание какой-то косы, то у каждого узла будет индекс кос. Ну, например, если мы говорим о косах индекса единица, об узлах индекса единица, то это будет только один тривиальный. Если мы будем говорить об узлах и зацеплениях индекса 2, то это будут вот такие вот либо узлы, либо косы, но это как бы может быть льторический узел Т2М Т2М 2М плюс 1, если идти нечетное число раз, а может быть, что это просто два тривиальных узла, которые зацеплены между собой сколько полагается раз. Вот. Следующий класс узлов это двумостные узлы, это которые получаются замыканиями косы из трех нитей, и оказывается, это заметил конвей, что двумостные узлы очень красиво связаны с цепными дробями. И вот когда люди, допустим, хотят доказать какую-нибудь интересную гипотезу про узлы, и им нужны примеры, то они часто говорят, вот давайте рассмотрим сначала, скажем, рассмотрим сначала узлы вторические, а потом рассмотрим узлы двумостные. Так, ну вот теорема Александра. Каждое зацепление является замыканием косы. Я для доказательства этой теоремы, для первого доказательства, уже сегодня их будет не одно, а буду использовать полигональные узлы, полигональные зацепления, то есть буду считать, что узел в трехмерном пространстве состоит из кусочков отрезков, и проекция на плоскость тоже из кусочков отрезков. Что я хочу сделать? Меня интересует следующее. Давайте мы предположим, что узел нарисован на плоскости, и будучи нарисованным, он еще к тому же ориентирован. Ориентирован каким-то образом. Значит, поскольку узел полигонален, то мне не придется слишком много внимания уделять таким вопросам, как, например, точки возврата, точки какого-нибудь там изгиба и так далее. просто я могу сказать, вот узел нарисован на плоскости, выберем на плоскости какую-то точку, и дальше я из этой точки выпускаю некоторый малый угол, и дальше смотрю, узел у меня в этом малом угле ориентирован против часовой стрелки, или по часовой стрелке. ситуация упрощается, поскольку у меня узел полигональный. У него всего имеется конечное число отрезков. Вы, конечно, можете сказать, что наш узел может в какой-то момент быть ориентирован вдоль луча внутрь точки или наружу от точки. может, но в общем положении можно считать, что такого нет. Ну, просто подвинуть точку чуть-чуть и все. Теперь я утверждаю следующее, что узел является замыканием косы, если на плоскости существует точка, из которой этот узел все время виден против часовой стрелки. Вот здесь я нарисовал это все так сказать гладко, но мы для упрощения будем думать в непрерывной категории. Вот здесь я нарисовал гладко и сказал «Ага, хорошо, вот у меня этот узел, вот я выпустил такой вот маленький угол и везде вне этого маленького угла мой узел или может быть зацепление, я не знаю, он вращается против часовой стрелки вокруг этой точки. Тогда давайте я скажу так, все вне этого угла я распрямлю и сделаю такой вот сектор, то есть всю часть узла, всю часть узла, кроме того, что в этом угле я положу в сектор, а все остальное я вот этот маленький кусочек я просто буду использовать для того, чтобы замкнуть получившийся косу. То есть все, что внутри косы, все, что внутри сектора, это коса, потому что внутри сектора у меня имеется такое понятие, как угловая координата, и эта угловая координата все время возрастает. Вот это понятно? то есть фактически нам нужно сказать следующее, что я могу взяв диаграмму узла на плоскости поправить ее какими-то движениями Ридемайстера, чтобы она вокруг какой-то точки вращалась против часовой стрелки. Это делается очень просто. Давайте мы возьмем наш узел и просто разобьем его на очень маленькие кусочки. То есть я не просто скажу, что он у меня полигональ, но пусть у меня все отрезки, они либо не содержат проекции пересечения совсем, а либо содержат не более чем одну. То есть если у меня была какая-то линия, пусть даже прямая, и на ней есть пять пересечений, разобью я это прямую на пять кусочков. Все равно я все разбил, и я теперь знаю точно, что когда я подразбил, у меня все конечно. А теперь я делаю следующее. Я возьму раз и навсегда фиксированную точку О. Фиксированную, причем мне желательно, чтобы она не попадала ни на один из отрезков, ну в общем, ни на один из отрезков вот этих вот, на которые я все подразбил. тогда относительно точки О, каждый отрезок АБ либо ведет себя хорошо, либо ведет себя плохо. То есть он как бы поворачивается вокруг О, либо по часовой стрелке, либо против. Нам интересно, чтобы против. Вот тут на рисунке А изображена ситуация, когда все идет по часовой стрелке. Вот я хочу такую ситуацию исправлять. Как я хочу это делать? Я делаю следующее. Вот смотрите, вот этот АБ я хочу разменять на АС и ВС. Но когда я разменяю, то мне надо каждый раз, то у меня возникнет очень много пересечений. Очень много это значит ни одно пересечение и ни два, и в общем много. Теперь возникает вопрос вот какой. Значит, а как класть вот это вот, как класть вот этот вот отрезок, вот эти новые части отрезка АБ, они теперь преобразуются в АС и ВС. Класть их выше или нет? Ответ такой. Давайте посмотрим на отрезок АБ. Если отрезок АБ шел выше, шел выше в единственном своем пересечении, отмечу в единственном, потому что двух пересечений быть не может. Но тогда пусть он везде идет выше. Если он один раз шел ниже, то опять же, пусть он в единственном своем пересечении идет ниже. А если он не имел пересечения, то неважно как, может выше идти, может ниже. Что я утверждаю? Что после того, как я сделал это движение? Это движение, во-первых, оно будет лучше. Во-первых, оно будет являться частным случаем движения Рейда Майстера. А во-вторых, я избавлюсь от одного плохого отрезка АВ. Я его заменю двумя отрезками АС и ВС. Вообще говоря, отрезки, которые у меня были раньше, они могут быть подразбиты далее. То есть, может так оказаться, что у меня был, так сказать, сплошной кусок, но будет все подразбито далее. Я хочу сказать, что если все это сделать очень аккуратно, то можно шаг за шагом добиться того, что вся диаграмма будет вращаться вокруг О. Вот смотрите, вот у нас есть АВ. Как нам хочется, чтобы АВ вращалась вокруг О против часовой стрелки? Да? Но вот мы его заменили на АС, ЦБ. АС, ЦБ вращаются АС, ЦБ вращаются вот так, как изображено. Вот. Теперь после того, как я это проделал, можно сказать следующее. У меня был некоторый изначальный список плохих ребер. да? То есть у меня был некоторый изначальный список плохих ребер, ну, скажем, АВ, ДЕ и так далее и тому подобное. Значит, после того, как я это преобразование проделал, у меня что важно, новых плохих ребер не появилось. Потому что, вот смотрите, вот здесь, допустим, возникло некоторое пересечение между ребром АС и какими-то еще двумя ребра. Да? Вот возникло пересечение между ребром АС и чем-то еще. Ребро АС уже все в порядке. Но вот это что-то еще вообще говоря, может быть не в порядке. Но если оно не в порядке, то давайте мы возьмем это ребро, которое не в порядке, и мы можем его теперь шаг за шагом шаг за шагом разбить на маленькие кусочки и вот все эти маленькие кусочки проделать с ними то же, что мы проделывали над АБ. А вы меня спросите, вы меня спросите, а не повлияет ли на всю эту конструкцию, не повлияет ли, вот допустим, я здесь взял какой-то кусочек ребра, вот я хочу с ним как-то поступать, как-то поступать, ну, чтобы он поворачивался вокруг в нужную сторону. Теперь появился такой вот неприятный момент, это его пересечение с Б. А на самом деле надо просто исходить из того, что он всегда пусть лежит под АБ и всегда пусть лежит под БЦ. Вот этот кусочек, он лежал под АБ и под БЦ, и все преобразования, которые я буду делать с этим кусочком, они будут намертво проводиться под АБ и под БЦ. То есть все шаги, которые планировались для дальнейших ребер, они будут планироваться с тем учетом, что с треугольником АБЦ мы разобрались и все, что лежало допустим под АБ будет лежать под АЦ и под БЦ. И исходя из этого мы будем строить все дальнейшие планы. Вот так шаг за шагом мы дойдем до конца. Понятен ли хорошо. Теперь дальше на самом деле это не просто теорема, конкретный алгоритм. На самом деле он медленный, потому что он вроде как квадратичный. Можно построить более быстрый алгоритм. Он называется алгоритм БЖеля. Вот мы смотрим как раз на диаграмму, вокруг которой точка заплетается. Вот сейчас я хочу использовать поверхности зейферта, которые мы уже рассматривали в предыдущих лекциях, а именно я делаю следующее. Я беру диаграмму узла или зацепление. И в каждом перекрестке я развожу способом согласованным с ориентацией. Вот как здесь. Получается окружность. А если я хочу, чтобы получилась коса, что мне для этого нужно? Как должны быть эти окружности расположены друг относительно друга? Они должны гнездиться друг в друг. То есть если мы нарисуем скажем какую-нибудь диаграмму того же трелесника и ориентация тут все время идет против часовой стрелки и вот мы рисуем все вдоль ориентации и все поверхности зейферта это просто будут вот такие окружности. И эти окружности будут подходить одна к другой вот так вот гнездиться. Правильно? Вот. То есть нам надо просто чтобы эти окружности были вложены одна в другую. А вот они допустим не вложены. Ну тогда есть один очень простенький трюк вложения который состоит следующий. Значит на самом деле бывает такое понятие упорядоченные грани и неупорядоченные грани. Что же это такое? Значит зафиксируем диаграмму и рассмотрим ее тень проекцию. Тень делит сферу на двумерной клетке называемой грань. И есть внешняя грань содержащая бесконечную клетку. Так вот скажем что грань неупорядоченная если у нее есть два ребра принадлежащие разным окружностям зейферта которые индуцируют одну и ту же ориентацию на S. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее что мы можем взять вот вот такая ситуация она у нас когда у нас окружность зейферта вот так и так одна вложенная в другую то вот эта ситуация хорошая когда две окружности зейферта вложены когда они вложены то вот на каждой грани которая лежит между ними у нас ситуация такая ориентация для этой грани она с одной стороны такая а с другой стороны обязательно противоположная а если где-то что-то не так то это значит что у нас не окружность зейферта то есть если у нас вот здесь так а здесь вот так то тогда в общем здесь что-то нехорошее то есть вот когда ориентация в одну сторону то здесь что-то нехорошее можем ли мы от этой ситуации избавиться ну чему-то нехорошему причиной является плохая грань то есть вот у нас эти окружности они могли встретиться скажем четыре раза и тут будет вот эта грань вот эта грань и везде все нехорошее давайте рассмотрим вот что рассмотрим вот эту грань здесь ориентация такая и такая это две одинаковые ориентации и здесь конфуз в одной грани так вот я хочу сказать что вот этот один конфуз его можно убрать его можно убрать одним очень простым движением смотрите вот это какая-то грань тут ее ребра могут принадлежаться самым разным окружностям Дефферта а ее но вот здесь мы точно знаем что два ребра принадлежат разным окружностям тогда сделаем второе движение Рейдемастера кто сверху кто снизу него тогда легко проверяется что после такого движения мы получим другие окружности Зефферта и вот проблем с плохими гранями станет не единичка меньше а вот здесь вот внутри возникнет вот такая вот маленькая грань маленькая окружность окрестность вот ну и на самом деле дальше тут проверяется довольно легко что если все ребра грани принадлежат двум окружностям Зефферта то она упорядочена я думаю это в качестве упражнений можно оставить и дальше если диаграмма не имеет неупорядоченных грань то она почти что является диаграммой косы ну быть может с точностью до замены бесконечности что я имею ввиду вот смотрите значит можно рисовать такую диаграмму где все вложено здесь нет неупорядоченных грань и как бы тут они не соединялись это будет понятное дело некоторая коса вот а можно сделать еще добавить одну окружность сверху да снаружи это тоже будет коса но давайте вместо того чтобы добавлять ее снаружи я ее добавлю как-нибудь вот так тогда вот эта внешняя грани она уже не будет захватывать внутри себя все но она будет захватывать внутри себя все если я бесконечную точку переведу вот сюда то есть значит что мы утверждаем во первых мы утверждаем что мы можем между каждыми что мы можем между каждыми двумя гранями избавиться от вот такого непорядка тогда каждые две грани будут друг с другом хорошо соседствовать а если каждые две грани хорошо соседствуют то тогда может быть убрав центр мы получим вложенную диаграмму ну что рассказывать это подробно или вы можете это сами полностью проделать в книжке все есть давайте дальше хорошо давайте дальше ну вот значит мы чередуем значит вот алгоритм Бажеля продолжение ну что мы получили мы получили что у нас есть n окружности они все попарно вложены и они все еще ориентированы в одну сторону например против часовой стрелки а в каких то точках они примыкают ну и пусть себе примыкают ну тогда возьмем какую-нибудь точку которая лежит внутри них всех из этой точки если смотреть на всю картину то мы будем двигаться против часовой стрелки ну а от того что мы заменим вот в тех местах где есть перекрестки эти перекрестки устроим согласно правилам движения то они все равно будут двигаться против часовой стрелки и тут для такого алгоритма есть на самом деле некоторые оценки того насколько он сложен точнее он очень прост давайте посмотрим как это можно оценить сложность алгоритма вот мы сгладили все перекрестки диаграммы получили несколько окружностей зейферта их число обозначим через s дальше нарисуем граф вершины окружности зейферта две вершины саидной ребром если существует неупорядоченная грань которая инцидентна соответствующим двум окружностям удалим из графа вершину соответствующей внешней окружности зейферта получится вот какой-то граф гамма один и будет оставшейся окружности а1 а2 а1 вот мы хотим чтобы а и образовывала неупорядоченную грань с одной из предыдущих есть значит если граф связен то такая такая нумерация найдется ну и в несвязанном случае свернем несвязанном случае разобьем все на связанные и проделаем задачу для каждого из них вот ну и теперь вот это вот главный трюк главный трюк удаления неупорядоченной грани вот была неупорядоченная грань вот здесь в середине и вместо нее получилась вот одна такая вложенная окружность можно заметить что от этого числа окружности оно не изменится потому что вот эти две верхняя и нижняя объединятся в одну а и кроме этих двух еще появится одна одна такая маленькая вот ну то есть неупорядоченных граней стало меньше сколько может быть неупорядоченных граней ну вот так и будем индуктивно уменьшать 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 то есть сколько было неупорядоченных граней а потом столько же шагов нам и понадобится ну вот значит если аккуратно посмотреть Значит, после S-2 операции мы получим одну внешнюю окружность A1, которая не порождает неупорядоченных граней. Теперь зафиксируем A1. То есть мы все время фиксируем одну большую внешнюю окружность, для которой все в порядке. А для всех внутренних мы делаем еще и еще те же самые шаги. Ну и фактически получается что-то вроде бинамиального коэффициента, потому что сначала мы сделали S-1 шаг, потом S-2 шага и так далее. Ну и вот получится, что в итоге нам потребуется не более такого количества движений Рейда-Мастера, замечу, только вторых. И количество перекрестков, количество нитей, получающихся к осе, будет равно S. Да, значит, замечу, что S, оно как было, так и остается S, потому что вот эта операция, она не меняет числа окружности Зейферта. Это очень важно. То есть мы сразу можем, глянув на диаграмму, сказав, все, вот пять окружностей есть, диаграмму, значит, пять окружностей есть, значит, построим косу из пяти нитей. Дальше число нитей, оно будет не больше, чем S, а число перекрестков, ну, понятно, что будет не больше, чем вот это. На каждом таком движении два перекрестка. Ну вот пример узел 5-2, первый узел, который неочевидным образом находится в форме замкнутой косы. Ну вот мы здесь рассмотрели узел, посмотрели на окружности Зейферта, да, вот у нас есть четыре окружности Зейферта, и теперь я хочу посмотреть, какие тут есть неупорядоченные грани. И тут вот я, может быть, мог бы это нарисовать и более подробно, но в конце концов вы можете сделать какое-то упражнение. Вот здесь мы нашли неупорядоченную грань. Ну, если все это дело мы ориентируем, как-то вот, допустим, это ориентировано у нас вот так, так, да, так, 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 наверное, да. Вот так, значит, вот здесь вот на этом четырехугольничке мы имеем ориентацию такую и ориентацию такую, как раз неупорядоченная грань. Как раз вот здесь мы хотим сделать второе движение Рейдемастера, вот мы его и делаем, да. Теперь вместо этих двух окружностей у нас появляется одна окружность и одна внутри другого, вот так, да. Теперь снова можно смотреть на картинку и искать еще одну неупорядоченную грань. Здесь они таковые тоже будут, и я сейчас даже скажу, где они будут. Жалко, что пришлось перейти на… Жалко, что пришлось перейти на… Так, ну, на самом деле ситуация тут такая. Достаточно здесь сделать только еще одно, второе движение Рейдемастера, потому что еще ровно в одном месте будет неупорядоченная грань. Кажется, вот здесь. Возникнет еще два перекрестка, а уже после этого, когда мы получим такую диаграмму, то она уже совсем хорошая, но только нам надо сделать замену бесконечности и вот эту штуку унести на бесконечность. Тогда у нас получится ложная цепочка. Так, вот это понятно? Вот, значит, есть еще один алгоритм, который строит КОСУ по зацеплению. Этот алгоритм принадлежит Луису Кауфману и Софии Ламброфулу. И на самом деле сейчас возникает уже очень такой насущный вопрос. Мы можем взять зацепление. Мы можем по нему построить КОСУ. Мы имеем зацепление и строим КОСУ. А теперь предположим, что мы к зацеплению применили какие-то движения Рейдемастера. Что произойдет с КОСУ? На самом деле в этих алгоритмах, которые мы запускали и в том же алгоритме вожили, там есть неоднозначность. То есть там в какой-то момент мы говорили, что вот мы, допустим, нашли вот эту вот плохую грань, а почему мы не можем сказать, что мы нашли плохую грань вот эту? Ну, в общем, неоднозначность, есть разный порядок и так далее. Но на самом деле есть еще помимо неоднозначности вопрос такой. Пусть две диаграммы узла отличаются движением Рейдемастера. Как будто отличаются диаграммы КОС. И вот если мы на эти два вопроса ответим, то мы сможем сказать, что зацепление – это классы эквивалентности КОС по движению. И движения будут сопряжение и стабилизация. И фактически многие вопросы в теории узлов можно будет свести чисто к вопросам теории группы. И этим мы будем заниматься во второй лекции сегодня же. Теперь я хочу сказать еще про парочку вещей, которые можно делать с КОСами. Вот есть так называемое плетеное замыкание. Плетеное замыкание, оно выглядит вот так. Значит, пусть у нас имеется КОСа из два Н нитей. Тогда мы берем верхние Н нити и соединяем их первую нить со второй, третью, четвертой и так далее. И то же самое с нижней. Значит, есть теорема тоже из двух частей. Первое, что любой узел и любое зацепление получается замыканием вот такого, вот таким плетеным замыканием некоторые КОСы из четного числа нитей. И вторая теорема очень неудобная, очень трудная, что если два замыкания задают изотопные зацепления, то тогда они получаются друг из друга некоторыми движениями, которые я сейчас указывать не буду, они гораздо более сложные. Это плетеное замыкание. Ну и теперь давайте мы с вами немножко поговорим про упражнения. Ну, во-первых, это упражнение, оно, так сказать, обязательно для всех. Проверьте руками, что все хорошо при втором и третьем движении Редемастер. Одно упражнение, я его здесь не записал, но давайте я его запишу и назову его один штрих, что у представления Бурао есть вот такой вот собственный вектор с собственным значением единиц. А если так, то у этого вектора будет дополнение. Вот это вот представление n-мерное, пожалуйста, найдите n-минус одномерное представление Бурао. На самом деле, сейчас, когда говорю найдите, сейчас могут люди взять и зайти в какую-нибудь там Википедию и найти. Но постарайтесь просто записать представление Бурао n-1 на n-1. Как матрицами n-1 на n-1 задавать косы из n нити? В частности, как косы из трех нитей задавать матрицами 2 на 2? Это очень интересно. Так, теперь, значит, вот, пожалуйста, вычислите Бурао. Ну, это просто упражнение, это вычислите обязательно все. Вот так, да? Вот, и дальше проверьте, что вы хорошо работаете с трехом Александера, что вы умеете А, В заменять на А, С и В, С. Правый и левый трехлистник, ну, тут на самом деле можно уже практически ничего не делать, если вы правильно выберете бесконечную точку. А вот для восьмерки уже посложнее, а вот для колец Баромео… Ну, тут еще бывают ориентации, так что все это проделайте. А вот, и теперь вот, пожалуйста, упражнение, сделав все то же самое с использованием алгоритма уважения. Вот, теперь я хочу поговорить об исследовательских задачах, и, собственно, сейчас я начну, а после перерыва продолжу. На самом деле, зачем у нас задавать узлы косы? Мы хотим, допустим, строить инвариант узлов. То есть была у нас коса, ну, допустим, Б, и было замыкание этой косы Б, и мы хотим построить инвариант замыкания Б. Вопрос, какие тут будут движения для косы Б, которые не меняют замыкание? Ну, вот одна вещь практически очевидна. Если косу Б сопрячь с помощью любой косы с тем же числом нити, вот здесь А, а здесь А в минус первое. Вот у этой косы сопряженной будет то же самое зацепление, что и у косы Б. Почему? Ну, потому что, когда мы сопряжем, вот эти А и А в минус первое могут сократиться. Просто мы можем то, что внизу, протащить наверх. Понятно? На самом деле движения, которые используют только количество кос, которые не меняют количество кос, которые не меняют количество нити, вот таких движений, их недостаточно. И, в принципе, это вот подобно тому, как, значит, если есть узел с пятью перекрестками и другой узел с пятью перекрестками, можно ли от одного к другому перейти, только используя узлы с пятью перекрестками? Вообще говоря, ну, если не пять взять, а скажем сто, вообще говоря, нет. И то же самое неверно и для ОС. То есть, если была коса из N нитей, коса из M нитей, то, вообще говоря, потребуется движение, где количество нитей растет. И, в частности, есть такое движение, оно называется стабилизация. Если была какая-то коса из M нитей, вот такая, то можно ее стабилизировать. Причем бывает стабилизация, плюс стабилизация и минус стабилизация. То есть, мы берем из косы и строим косу из N плюс одной нитей. Изначально было N нитей, мы одну добавляем и вот здесь добавляем перекресток. То есть, была коса из N нитей и была коса из N плюс одной нитей. Соответственно, кроме такой стабилизации надо рассматривать также противоположную стабилизацию, где здесь мы берем перекресток вот такой, ну, а также обратные к этим движениям. Я хочу заметить, что вот здесь именно возникло первое движение Рейдемастера. Как вы, наверное, видели, в обычных косах, когда мы там говорим про движение или даже сопряжение, там никаких первых движений Рейдемастера не было. То есть, там все нити шли сверху вниз. И вот, когда мы сделали такую стабилизацию, то это как раз повод задуматься о первом движении Рейдемастера. То есть, когда мы вот эти три нити замкнули. Ой, извините, некрасиво рисую. Вот, а здесь мы устроили дополнительную нить и стабилизацию, то здесь у нас будет замыкание иметь вид вот такой. А здесь будет замыкаться новая нить, но, замечу, здесь будет возникать первое движение Рейдемастера. И, на самом деле, вот сейчас я практически сформулировал то, что называется движениями марков. А именно, значит, можно рассмотреть множество всех кос из любого количества нитей. И на множестве всех этих кос можно рассмотреть такие преобразования. Сопряжение, стабилизация с плюсом, стабилизация с минусом. Вот, фактически, сейчас я проговорил словами, что и при одном преобразовании, и при другом, и при третьем замыкание косы будет давать тот же самый узк. Но была гипотеза, что именно в этом только и состоят движения. То есть, если замыкание двух кос дают один и тот же узел, ориентированный, или зацепление, то тогда они получаются одна из другой с помощью движений марков. И зато эту теорему сначала не до конца доказал Марков, потом там были разные истории. И вот во второй половине, точнее, во второй лекции я расскажу про доказательства Хауфмана и Ламброфа. А сейчас я хочу сказать про вот такую вещь. На самом деле, как только вы видите представление группы кос, то можно пытаться из него строить инвариант узлов. Чем больше вы, так сказать, трюков разных увидите, тем больше вещей вам будет казаться естественным, и больше вам будет видеться место, где вы можете искать инвариант узлов. Ну вот, допустим, косы представлены матрицами. И, допустим, мы можем косы сопрягать. Вопрос. Знаем ли мы что-нибудь на матрицах, что хорошо себя ведет при сопряжении? Определитель. А еще? А еще следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Расид, I have one question. These... Yes? These remind me some things related to sound property of permutations. Well, брейтс, брейтс are a natural generalization of permutations. Of course, whenever we have a presentation of permutations, we can try to quantize it to get a presentation. В некотором смысле можно сказать, что мы попытаемся как-то квантовать представление для перестановок до представлений кос. Так вот, на самом деле, если делать что-то с косами, то можно, если делать что-то со следами, с определителями, с как-то подкрученными определителями, то можно получать много вариантов узлов и кос. И кроме того, я еще хотел сказать, что бурраут – это прямая тензорная сумма. То есть, можно сказать, что когда мы смотрим на бурраут, то мы говорим, что первые две нити живут вот здесь. Нет, не первые две нити, а второй перекресток. Второй, третий перекресток – это здесь. Третий, четвертый – это здесь. И понятно, почему они коммутируют. Но можно, на самом деле, попытаться взять какое-то векторное пространство V, на нем придумать какую-то интересную операцию и взять тензорное произведение, ну, знаете, чего-нибудь такого вот V на V на V на V. То есть, не прямую сумму, а тензорное произведение. И тогда тут возникает очень стройная наука инвариантов кос и инвариантов узлов, которые называются квантовыми инвариантами.